24 февраля, в день начала боевых действий, война застала многих наших сограждан за рубежом. В частности, студентов, которые по различным программам обмена получают образование в европейских вузах. Однако молодые ребята не смогли остаться в стороне и активно включились в движение поддержки родной страны. Героиня нашего репортажа Александра и Ирина – студентки. Они учатся в итальянском городе Лаквила и используют любую возможность, чтобы помочь Украине и украинцам. Таким, живучи Латинской Америкой, Канадой, США, Бразилия, Коломбія и очень много других стран, они все понимают и поддерживают украинцев не только словами, но и действиями. Все слышали про нашу войну в Украине и очень много небоедущих людей, которые помогали нам в этом волонтерстве, чтобы помочь Украине. Волонтерское движение в университетском сообществе нашло огромную поддержку, рассказывают девушки. Они создали фонд, из которого они закупили лекарства, которые отправили в Украину, которые принимали в Львове и отправили в другие места. Также они организовали специальные стипендии для студентов и профессоров. Участие к судьбе украинских беженцев активно проявляет вся Италия. Гостеприимные итальянцы принимают наших соотечественников в свои дома, помогают временно обустроиться на новом месте. А в столице, Риме, с первых дней войны организовали один из крупнейших центров сбора гуманитарной помощи для Украины. Кроме того, на днях в Лаквиле состоялся благотворительный футбольный матч в поддержку Украины. На поле вышли известные итальянские экс-футболисты. Все вырученные средства передали в фонд помощи украинцам, которые пострадали от войны.